МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во что превратилась стоматология в Первомайске? Маленький актовый зал, стены, которые защищены осколками. Так больше продолжаться не может, решили калужские стоматологи и помогли коллегам ремонтом и оборудованием. За какие плюшки калужан зовут Родине служить? 195 тысяч – это недевременно при заключении контракта на срок от года и года. Военный комиссар рассказал подробности контрактной службы и будет ли повышение призывного возраста. Вот уже на выписку идет, и вдруг раз – мгновенная смерть на вскрытие тромбоэмболии. Откровение главного врача инфекционной больницы о том, как пережили пандемию ковида ровно три года с нулевого пациента. В регионе ввели режим половодия. Первое подтопление идет, как раз перекрывает вот эту дорогу. Здесь уже вот так вот будет первая волна. Когда ждать большой воды и как будут спасать затопленные деревни? МЧС на месяц раньше провели масштабные учения. О том, как жили и работали в прошлом году, рассказывал губернатор области со сцены Калужской филармонии. Если кто-то забыл, достижение региона можно было включить телевизор или социальные сети. НИКТВ транслировала отчет главы региона в прямом эфире. Владислав Шапша в своем выступлении о результатах работы правительства рассказывал, как справляемся с западными санкциями, развиваем инфраструктуру и экономику, реализуем инвестиционные проекты, открываем новые производства. А их, кстати, в новом году будет восемь. А еще помогаем фронту, ремонтируем больницы, пополняем врачебные кадры, открываем медицинские классы, строим новые школы. Близится к завершению строительство школ в Обнинске, в микрорайоне Кубика, в Калуге, в селе Лопатино Тарусского района. Все они откроются уже в этом году, 1 сентября, в День знаний. Школа на Байконуре примет детей в следующем сентябре. Школу в Людиного, школы на Тайфуне, в комфорт-парке, в областном центре также планируется сдать в следующем году. Школу на Тайфуне, кстати, ждут с особым нетерпением калужане. Суммарно эти школы улучшат условия обучения почти для 9 тысяч детей. Начало выступления глава региона посвятил теме спецоперации. Поблагодарил всех жителей, кто помогает собирать гуманитарную помощь. Отметил, что нет ни одного района, который бы не внес свой вклад в общую победу. В свою очередь заверил депутатов законодательного собрания и всех, кто смотрел трансляцию, без поддержки никого не оставили. Для добровольцев и тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации, установлены региональные меры социальной поддержки. Им предназначены единовременные выплаты, компенсации за ранения, пособия семьям в случае гибели военнослужащего. Такие же выплаты предусмотрены и для тех, кто участвует в восстановлении освобожденных территорий. Суммарно на эти обязательства из областного бюджета было направлено более 400 миллионов рублей. Детям военнослужащих, с которыми в ходе специальной операции тяжело ранены или погибли, будет назначена персональная стипендия на весь период их обучения. Депутаты, главы районов, простые жители области, общественники. Все, кто пришли на отчет, ждали итогов проделанной работы и, конечно, новых заявлений. Впечатления и выводы мои коллеги спросили у присутствующих после отчета. Достаточно интересные и содержательные факты, касающиеся развития здравоохранения и системы образования. Владислав Валерьевич коснулся обеспеченности чистой водой, развития дорожного хозяйства. Большое внимание было уделено инициативному бюджетированию граждан и развитию новых территорий, в том числе благоустройства территорий, общественных территорий, что, конечно, нельзя не отметить. Исторический максимум в этом году зафиксировали экономисты региона. Бюджет области впервые перевалил за 100 миллиардов рублей. И это несмотря на санкционные ограничения и неспокойную обстановку в мире. Сегодня региональный бюджет сохраняет социальную направленность. Больше половины расходов идут на нужды населения. При этом регион сохраняет свою инвестиционную привлекательность. При этом не остановилась волна и серьезная работа по привлечению инвестиций. Было озвучено губернатором, что 135 миллиардов рублей было направлено, получены инвестиции в регионы. Это залог того, что все, что будет дальше, будет еще лучше. Развиваем не только свои территории, но и помогаем восстанавливать недавно присоединенные. Наш подшипный город Первомайск неоднократно попадал под обстрелы. Так вот, калужские специалисты активно принялись ремонтировать крыши жилых домов. Сейчас, например, полностью меняют кровлю многоэтажки в центре города. Но и это не все. Первомайску помогли калужские стоматологи. По поручению губернатора Владислава Шапши, областная стоматологическая поликлиника организовала сбор лекарств и оборудования для зубного отделения. На призыв о помощь откликнулся калужский бизнес в 33 организации. Ольга Золотина узнала, во что превратилась поликлиника после обстрелов и какие перспективы лечения ждут жителей Первомайска. Это хирургическое кресло, полностью обшивка порванная. В общем, страшно, просто страшно. Главный врач стоматологической поликлиники делится впечатлениями от первого визита в зубные кабинеты Первомайска. Местные больницы уже больше полувека, почти столько же не обновлялось оборудование. Давно не было ремонта. Усугубили ситуацию военные действия. Красный уголок клиники украшают следы от снарядов. Маленький актовый зал. Стены, которые защищены осколками. В результате того, что когда-то в свое время, с 14-го года же война там идет, в свое время был прилет, и этот прилет именно оставил этот след. След на стенах в виде осколочных посеченных стен. Поликлиника начала сбор помощи для коллег из Побратима Первомайска. В итоге в кабинетах больницы сделали ремонт, поставили туда новое оборудование. В том числе стоматологические установки и хирургическое кресло. После чего обучили местных специалистов на всем этом работать. На тот момент, пока мы присутствовали 7 дней там, я собрал врачей, мы все обсудили. Я говорю, садите пациентов в кресло, начинайте прием вести, потому что появятся определенные вопросы. А что вот это, а что вот это, а что вот это. И люди прямо за пречением 7 дней практически все начали уже принимать на новом, современном стоматологическом оборудовании. На призыв о помощи для Первомайска откликнулись предприниматели. Всего 33 организации. Клиники закупали лекарства и оборудование. Строительные фирмы делали ремонт. Благодарность в областной стоматологии устроили награждение. Причастным министр здравоохранения вручил благодарственные письма. Ольга Залозина, Алексей Пехов, телекомпания НИКТВ. Помогают фронту и простые жители не из бизнеса. Вячеслав Мацуев из Обнинска так проникся, что решил пожертвовать более полумиллиона рублей своих накоплений для участника специальной военной операции. Пенсионер помог купить дорогую винтовку. Ее с 50-процентной скидкой в единственном экземпляре изготовило предприятие «Лабая Фармс». Житель Обнинска вложил 680 тысяч рублей. Остальную сумму добавили местное предприятие и православный храм. И теперь наш снайпер с позывным «Хаттабыч» скоро получит уникальное оружие. А федеральные СМИ на этой неделе активно обсуждают повышение призывного возраста. 18-летних мальчишек больше не будут отрывать от мамки и компьютера. Нижнюю границу предполагают сдвинуть с 18 лет до 21 года. Расслабляться не стоит и тем, кому уже 27. Верхний предел новобранца будет 30 лет. Поправки в законопроект уже внесли в Госдуму. Правда, этим волнующим идеям еще стоит получить одобрение в трех чтениях. И, как говорят эксперты, исход, скорее всего, будет положительный. Возраст регулярной армии по призыву в России менялся неоднократно. Откатываемся на несколько столетий назад. Достаем из чертогов разума параграфы истории. Самых юных отправлял в армию Петр I. Царь вел рекрутскую повинность и велел набирать молодых людей от 15 до 20 лет. Потом в ход пошли старшие крестьяне и мещане от 17 до 35. Наполеоновские воины повысили верхнюю планку до 40 лет. Правда, почти через полвека снизили до 30. При императоре Александре I в армию брали по жребию и только тех, кому исполнилось 20. В революционные годы и в СССР возраст менялся с 21 до 20 лет. Нынешние возрастные границы 18-27 лет не менялись с 1967 года. Как видим, в масштабах истории явление частое. И удивляться повышению возраста, может, и не стоит. Намерение повысить призывной возраст должно привлечь в армию более зрелых и успешных парней, считают аналитики. Обычно к 21 году молодой человек уже набрался ума, получил специальность и совсем своим жизненным опытом может стать ячейка обороноспособного общества. И вот таких молодцев сейчас активно зовут служить по контракту на спецоперацию. Обещают большие деньги за сбитый танк, за вражеский самолет или пленного шпиона. Расценки, как в магазинах, за каждую единицу. Я не шучу. Обо всем этом побеседовали с военным комиссаром области. О повышении призывного возраста говорит пока неохотно, зато поделился подробностями контрактной службы. Сергей Николаевич, что ждет призывников, которые весной, с 1 апреля, пойдут в армию? Будут ли какие-то изменения в связи с обсуждением по этапному повышению призывного возраста? Ну, прежде всего, призывников ждет это добросовестное выполнение служебного долга своего, это первое, гражданского долга. Добросовестно надо служить. То, что касается сроков, которыми сейчас уже наполнены средства массовой информации, могу сказать только одно, что это предложение. На сегодняшний день конкретных указаний нет. Сегодня актуальны. Это призыв по контракту основной, заключение контракта гражданами, пребывающими в запасе. Эта работа ведется сейчас на уровне муниципальных образований и в том числе здесь, в нашей области в целом. Хотел бы, пользуясь случаем, обратиться к тем людям, которые сегодня попадают под критерии отбора на контракт, хотел бы пригласить их действительно стать в строй, стать братом и добросовестно выполнить боевые задачи, которые будут возлагаться на них. Это самое главное, что на сегодняшний момент. Министр обороны зимой прошлого года сказал, что необходимо около 400 тысяч военнослужащих по контракту пополнить этой суммой вооруженные силы. Это с этим связано или просто мы переходим плавно к профессиональной армии? На сегодняшний день, естественно, надо усиливать вооруженные силы. Естественно, надо создавать все условия для того, чтобы специальная операция проводилась на качественном уровне, что и делается. Здесь задача одна – выполнить поставленную задачу. Какие сейчас условия для военнослужащих по контракту? Денежное удовольствие, очень значительное денежное удовольствие и, соответственно, оплата при выполнении боевой задачи, когда захватывается и техника, уничтожается личный состав противника. Все это четко есть военных комиссиатах. От 30 до 45 тысяч рублей в месяц – это в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. Это в учебном центре, когда люди будут прибывать. Вы знаете, что они сначала уходят в учебный центр, а потом уже оттуда направляются для выполнения спецзадач. 195 тысяч – это едевременно при заключении контракта на срок от года и более. И от 100 тысяч рублей единовременно – это оригинальная денежная выкладка. Сложно ли попасть на контракт? Все ли подлежат вообще отбору и кто более успешен? Прежде всего, медицинское заключение, то, что опросы все равно будут. Психологическое состояние, как я уже говорил, с психологом беседа будет. Но самое главное – желание человека. Если он по критериям этим подходит, медицина, психология, психологическое состояние – ради Бога, вперед. И уровень образования, конечно, учитывается в том числе. Возрастной, скажем так, предел. Сейчас он составляет, если раньше было до 50 лет, брали. Сейчас вопрос рассмотрен и принято решение 50+. Ну и, соответственно, будет учитываться состояние здоровья, желания, морально-психологическое состояние. Вот такие требования. Мы говорим о службе по контракту. Это те люди, которые пойдут участвовать в спецоперации. Да, сейчас именно на это нацелены? Ну, они сначала будут проходить подготовку, а потом уже направляются в зону специальных операций. Ну, давайте, может быть, еще вернемся к первому вопросу. Сейчас все-таки обсуждается тема повышения призывного возраста. И есть информация, что уже в следующем году могут пойти в армию 30-летние призывники. Это верхняя граница. Для чего это сделано? Это тоже может быть толчком к службе по контракту. Направлена вся задача только на одну. Армия должна быть боеспособной, организованной, обеспеченной. И самой лучшей армии. Это однозначно. Вот все для того, чтобы у нас это было, и делается в том числе институтами, аналитиками. Это профессионалы занимаются этим. Поэтому, еще раз повторюсь, как только решение будет принято, оно будет обязательно к исполнению, мы обязательно доведем эту информацию. А так, мы все ратуем за то, чтобы у нас она есть, была и будет лучшая армия в мире. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Патриоты должны быть. Почему и сегодня мы с вами встречаемся, говорим, для того, чтобы все-таки патриоты, те, кто действительно является патриотом нашей России, они приняли участие и подписали контракт. Государственная дума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. С учетом поправок предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы и штрафы до 5 миллионов рублей за ложь об участниках СВО и распространение о них фейков. А их публикуют немало. Мой коллега Андрей Ткачев рассмотрел один из последних – крушение американского беспилотника. Под его пристальное внимание попали и другие острые вбросы. Российские самолеты горят, не взлетая с базы. А наши войска тем временем обстреливают мирное население. Украинские и западные СМИ за недостатком фантазии начинают повторяться. Но правда всегда одна. И мы найдем ее вместе. В студии Андрей Ткачев. Здравствуйте. Одна из самых громких историй на этой неделе. Российский самолет Су-27 сбил американский беспилотник МКУ-9 «Рипер» над Черным морем. Разведывательный аппарат вошел в буферную зону и двигался к нашим границам с выключенными транспондерами без каких-либо согласований. Наш самолет не использовал вооружение, а просто подтолкнул беспилотник и залил его топливом. В итоге МКУ-9 упал в Черное море. Ситуация острая, которая могла бы привести к эскалации конфликта между Россией и США. А в чем ложь? Так вот, американские военные, а за ними и СМИ, назвали действия нашего пилота небезопасными и непрофессиональными. Формулировку подхватили и русскоязычные оппозиционные СМИ. А теперь давайте рассуждать. Если бы наш пилот использовал оружие, это могли бы расценить как прямое нападение на США. А так российский самолет просто помог беспилотнику упасть, сохранил все вооружение и благополучно вернулся на базу. Такую информацию подтвердили и в нашем Минобороне. Звучали даже требования наказать пилота за такое якобы безрассудство. Но вступилось русское интернет-сообщество, придумало в виде наказания выплатить деньги ассу. А вот биржа США после такого позора сразу провалилась. Получается, все действия были в высшей мере профессиональными. Ведь российский пилот сбил беспилотник, сохранил оружие и обрушил биржу одним махом. К слову, один МКУ-9, если верить открытым источникам, стоит 30 миллионов долларов. А я лишь напомню, Наполеон тоже писал Александру Первому, что Российская империя неправильно ведет войну с Францией. И все мы помним, чем эта война закончилась. Диверсанты подожгли российский самолет Су-27 на аэродроме в городе Артем, Приморский край. Об этом с радостью пишут украинские телеграм-каналы. Вот только радость это наигранное, поскольку самолет не имеет отношения к российским ВКС. Несмотря на очень плохое качество съемки, при покадровом просмотре видно, что на нижней части крыла нарисован желто-синий кружок. А это украинская эмблема. У российских самолетов на нижней части крыла чаще всего нет никаких изображений. Реже встречаются красные звезды. Кроме того, боевые самолеты редко стоят на траве. Делаем вывод. Украинская пропаганда настолько хотела сжечь наш самолет, что, судя по всему, сожгла свой, возможно, аварийный Су-27. Поступок опрометчивый при условии, что США и так ищут поводы не поставлять незалежные самолеты F-16. Но это их дела. Сами жгут, сами врут. А мы идем дальше. Россия нанесла ракетный удар по автопарку в Волновахе. Об этом сообщил информационный ресурс иноагент «Голос Америки». Судя по видео, ущерб действительно большой. Вот только нанесли его именно ВСУ, заявили в Донецком центре контроля военных преступлений Украины. Утром 9 марта по Волновахе было выпущено 6 снарядов «Хаймерс». Несколько попало по автопарку. Погиб один человек и еще один госпитализирован. При этом вся информация была в открытом доступе, но, видимо, редакторы канала ее специально проигнорировали, чтобы дискредитировать Россию. Вообще, обвинять в том, чего не было, кредо нынешней Украины. Вот еще один пример. Россия обстреляла аэропорт Мариуполя. Из-за этого загорелся дом в частном секторе. Об этом заявил бывший замглавы города Петр Андрющенко. Ложь сбежавшего чиновника опровергли сами жители Мариуполя. На самом деле, никакой атаки со стороны России не было, а возгорание возникло из-за взрыва бытового газа. То есть, по факту, это бытовой пожар. Интересно, что позже Андрющенко переписал свой пост, обвинил людей в том, что история с газом придумана, а само возгорание назвал нашим бытовым экспериментом. Что называется, лишь бы ляпнуть. Слово «ляпнуть» в этот раз хорошо подходит и для США. Так, американское издание выдало статью, что Владимир Путин распорядился уничтожить все русские вакцины от ковида, а их создателей казнить. Якобы наши препараты вызывают судороги, ВИЧ и вообще внезапную смерть. При этом западный ресурс ссылается на агентов ФСБ. Конечно, это полнейшая чушь. Наш президент сам прививался российской вакциной, а позже использовал назальную версию для закрепления результата. И понятно, что никакого распоряжения о казни и быть не может. В нашей стране на нее введен мораторий. Сообщить такую нелепую новость – то же самое, что сказать. На стороне Украины мать природа, поэтому солдатам ВСУ помогают бобры. Думаете, бред? А вот и нет. Ранее незалежная серьезно заявляла об этом. Можно делать выводы. А на сегодня я закончил. Для того, чтобы раскрыть все фейки, не хватит эфирного времени. Поэтому, пожалуйста, не верьте всему, что говорят в интернете. Перепроверяйте информацию вместе с нами. До свидания. Газифицировали-газифицировали, да не дегазифицировали. Нет, это я не оттачиваю скороговорку. Рассказываю, что еще не все жители региона могут порадоваться голубому топливу. Газом обеспечено около 80% всех домовладений области. То есть 20% все еще топят дровами. Это, как правило, маленькие отдаленные деревушки. Астрономические суммы на газификацию озвучили в начале недели на заседании правительства. Больше 25 миллиардов рублей направят на подведение топлива в дома. В прошлом году программу расширили. В нее включили новые населенные пункты, дополнительные газопроводы и котельные. До конца следующего года голубому топливу подключат около 15 тысяч домов. А пока в Калуге думают об экзистенциальных потребностях, в Москве обсудили эстетический облик зданий. Калужские усадьбы могут получить вторую жизнь. Представители правительства нашего региона съездили в столицу и заключили там соглашение о сотрудничестве с Союзом реставраторов России. Теперь эти специалисты будут помогать администрации муниципалитетов привлекать инвестиции для восстановления старинных усадеб. А у нас таких немало. В Москве вопрос давно решили и в старину успешно вкладывают. Например, восстановленный чугунный павильон трамвайной остановки стал и кофейней, и овощным прилавком. А вот образец промышленной архитектуры с чертами русского зодчества. Сегодня это крупнейший фудмол с историческим названием «Депо». Бывший доходный дом графа Шереметьева превратился в апартаменты премиум-класса. И таких примеров довольно много. Хочется верить, что и у нас в области исторические постройки станут лаковым кусочком для предпринимателей, а не для маргинальных личностей. А теперь поностальгируем о том времени, когда заботы и тревоги были совсем другие. Ровно три года назад в Калужской области зафиксировали первый случай ковида. Тогда еще считали нулевого пациента, отслеживали цепочки заражений. Но новая зараза быстро распространялась. Нужно было лечить. Не понимали, как и чем. Неизвестность пугала не только больных, но и самих врачей. Сотрудники увольнялись, пациенты буянили и даже дрались с медиками. Всякое было в областной инфекционной больнице за эти пандемийные три года. Откровениями с моей коллегой Татьяной Зимушиной поделилась главврач инфекционной больницы Елена Алешина. Елена Николаевна, живем уже три года с этим ковидом. Как его пережила инфекционная больница, как персонал, вот как вы вспоминаете, как все это начиналось и вот к чему пришли теперь? Знаете, я вспоминаю эти все три года, как годы постоянного стресса, постоянного напряжения. Не было, в общем-то, ни одного нормального дня, ни одной нормальной ночи, ни одного нормального выходного и ни одного нормального отпуска. Точнее отпусков практически не было. Если удавалось, там, неделю-другую, может быть, там, в санаторий съездить. Но у меня накопилось такое количество отпусков, что полгода можно отдыхать и не выходить на работу. Сотрудники тоже были без отпусков, вот в самые напряженные моменты, да? Сотрудниками было лучше, сотрудникам было лучше. Я их отпускала в отпуска, но у нас, не забывайте, у нас была огромная ротация сотрудников. Когда в больнице было более 700 человек пациентов, у нас было около полутора тысячи работников. И с каждой волной нам приходилось набирать сотрудников временных, в первую очередь временных, на время вот этих волн, и затем их увольнять. И потом опять набирать, опять увольнять. Безусловно, очень многие увольнялись. Даже постоянные сотрудники увольнялись, не выдерживали. Чисто психологически даже момент вот этой вот неизвестности и страха. Вы знаете, чисто психологически было очень тяжело. Но кто-то действительно боялся, я могу сказать про себя, у меня не было абсолютно никакого страха. Не тогда, когда начинался ковид, не тогда, когда я в тяжелом состоянии лежала сама в реанимации, у меня страха не было никогда. Поэтому, наверное, я выжила, и поэтому, наверное, я вот здесь перед вами. Говорят, что хорошее настроение влияет на лечение. Абсолютно так. То есть если человек начинает впадать в панику, если он начинает устраивать истерики, если он начинает, значит, там... Ну, у нас вплоть до того, что дрались с медицинскими работниками, то есть пытались драться. Конечно, никто их не бил, их пытались успокоить. Вот. Но очень агрессивно себя очень многие вели. Вот. Срывали маски. Люди не понимали, вставали с постели, когда резко десатурировали, когда им говорили, что надо лежать и дышать кислородом. Не хотели лежать в промпозиции, это на животе, когда самое лучшее идет насыщение кислородом. В общем, не слушались медицинских работников, отказывались от лекарств, ну, что только не делали. Вы знаете, мы столько пережили таких странных пациентов. Самый обидный момент был такой. Вот пациент выздоравливает, у него был высокий уровень поражения легких, вот ему легче, легче. Вот он месяц пролежал, все хорошо, и, слава богу, бактериальная инфекция не присоединилась, все. Вот уже на выписку идет. И вдруг раз, мгновенная смерть. На вскрытие тромбоэмболия. На фоне разжиженной крови. Показатели хорошие, но тем не менее. Показатели неплохие, и вдруг откуда-то тромб. Больше было непонятно, чем было понятно. А самое главное, не было очень многого средств индивидуальной защиты. Не было. И приходилось все, как говорится, вот с колес. Не было понятно, как лечить. Не хватало медикаментов. Сейчас все проходит гораздо легче? Все так, сейчас все проходит гораздо легче, но есть пациенты с поражениями легких КТ-4. Тоже единичные такие случаи у нас встречаются. Что касается смертности, вот сейчас, насколько разница? А вы знаете, вот вы, вот все так вот, понимаете, у вас все вот так упрощено. Вот смертность, какая разница, да? А мы, во-первых, поменялось действие вируса. Если раньше вирус в основном поражал легкие, но и поражал и центральную нервную систему, и сердечно-сосудистую систему, сейчас он больше вызывает интоксикацию и поражение центральной сосудистой нервной системы. А легкие поражают уже в меньшей степени. Сейчас более, скажем так, достаточно высокий уровень тромбоэмболий. Но тромбоэмболий, связанных вообще с поражением сердечно-сосудистой системы и связанные с повышением свертываемости крови на фоне не только воздействия вируса, но и на фоне присоединения бактериальной инфекции, когда у пациентов развивается сепсис. Очень часто. Поэтому сейчас сказать что-то определенное об этом вирусе сложно, потому что он вот эти три года, он менялся. Менялась его вирулентность, менялась его точка в точках, которые он начинал развивать клиническую картину, потому что одно время было достаточно много, скажем так, проявлений ковида в виде поражения желудочно-кишечного тракта. Сейчас это в меньшей степени. Больше, вот сейчас больше идет как бы интоксикационный процесс поражения сердечно-сосудистой системы. Что еще за эти три года? Ну, появилась вакцина, появился шанс. Вот сегодня на ВКС министр говорил о том, что у нас 85% населения Калышской области привито против ковида. И благодаря этому, в первую очередь, у нас нет сейчас такой тяжелой седьмой волны, которая идет. Она сейчас стабильна, невысокая. Да, мы выявляем каждый день, выявляем определенное количество пациентов с коронавирусной инфекцией, но эти пациенты имеют возможность совершенно спокойно находиться у нас в больнице, лечиться. И, в общем-то, нет ажиотажа, не покойкам. Вы сказали, что были напряженные моменты, что вот уже нервы многих пациентов сдавали. А были ли какие-то похвалы в ваш адрес? Может быть, присылали письма или слезы радости, потом спасибо, благодарности врачам. Вы знаете, благодарностей было очень много. Их было большинство. Благодарили уходя, благодарили словесно, благодарили письменно, присылали поздравления. Многие пациенты до сих пор присылают мне поздравления со всеми праздниками. Вот. Безусловно, были недовольные и были те, которые, в общем-то, считали, что мы виноваты во многих вещах. Ну, то есть люди относились по-разному. И у нас, конечно, очень большие планы. Мы хотим... Вот такая больница уникальная, она может претендовать на, скажем, на такое место, как межрегиональная инфекционная больница. А, то есть у вас планы выйти на именно такой уровень, да, уже сейчас? Не только у нас такие планы, но это планы Минздрава. Спасибо вам за интервью и за работу. Дальнейших вам успехов и развития как раз тех планов, которые вы замечали. Спасибо, спасибо. Мы будем очень стараться. Оставайтесь с нами. Впереди еще много интересного. В регионе ввели режим половодия. Первое подтопление идет, как раз перекрывает вот эту дорогу. Здесь уже вот так вот будет первая волна. Когда ждать большой воды и как будут спасать затопленные деревни? МЧС на месяц раньше провели масштабные учения. Все, все, все. 35 лет поисковому движению. Истории находки от учителя химии, который взялся за лопату. Рюкзак, который немцы делали из телячьей кожи для своей пехоты, он остался у жителей просто. Строить кормушки, расчищать тропы. Калужские засеки ждут волонтеров на лето. Мы подъехали к кормушке. Их целых две штуки. Здесь 74 особи. В благодарность за помощь проживание в комфортабельных домах по соседству с дикими животными. Дела весенние. В регионе официально объявили режим половодия. Снег начал активно таять. И судя по прогнозу, это дело он продолжит. Днем уже стабильный плюс. А сам ледоход, по прогнозам МЧС, начнется с 20-х чисел марта. Каждый год сюрпризы преподносит и Ака, и ее малые притоки. Елена Гаева с головой окунулась в весеннее половодье. Вспомнила истории прошлых лет и узнала, как будут спасать в этом году. Подъем воды в Калуге прогнозируют уже в ближайшие дни. Ожидается, что реки поднимутся на 60-90 сантиметров. Лет на водоемах начнет сходить. А это значит, что выходить на рыбалку, да и просто находиться у берегов, станет опасно. Плюс из-за потепления и, соответственно, таяния снега, вода будет скапливаться в так называемых пониженных участках. Но, опять же, это только прогнозы. На основных реках, озерах, водохранилищах и прудах Калужской области лед еще держится. Обстановку контролирует отдел мониторинга МЧС. На крупных реках у нас находятся четыре гидропоста наблюдательной сети Росгидромета. На Оке, Угре, Жиздре и Протве мы от них получаем ежедневные сведения. На малых реках, в связи с тем, что у нас идет подготовительная работа сейчас, мы осуществляли оценку готовности муниципальных образований. Два городских округа и четыре муниципальных района у нас готовы к выставлению собственных водомерных постов на малых реках. Судя по прошлому году, именно малые реки преподнесли неприятные сюрпризы. В апреле 22-го 9 муниципалитетов чуть не остались без транспортного сообщения. В том числе и деревня Староскаковская в Дзержинском районе. Этой весной она также в зоне риска. Первое подтопление идет, как раз перекрывает вот эту дорогу. Здесь уже вот так вот будет первая волна. И отсюда мы уже людей переправляем до высшего места, тоже по этой же дороге, выгружаем их здесь. Сама деревня вот где-то на два километра от нас. В населенные пункты, которые скорее всего зальет, в ближайшее время отправятся бригады МЧС. Организуют лодочные переправы. Круглосуточно будут дежурить пожарные расчеты. Кстати, к сезону половодий сотрудники МЧС готовятся заранее, с начала января. В наличии у нас плавсредства, три аварийно-спасательных машины. И необходимая экипировка – это и гидрокостюмы спасателя, которые позволяют до шести часов находиться в холодной воде. Это у нас спасательные жилеты, спасательные круги полностью подготовлены к безаварийному пропуску паводковых вод. Насколько сильными будут паводки этой весной, пока сказать сложно. Все зависит от погоды, которая часто преподносит сюрпризы. Елена Гаева, Руслан Новиков, телекомпания НИКО-ТВ, Дзержинский район, Калуга. На лодке уже пересели жители некоторых городов Центральной России по Волжье. Своя маленькая Венеция в Орловской, Липецкой, Ульяновской областях. Эвакуируют людей из зоны подтопления в Саратовской и Самарской областях, в Республике Мордовия. В Калужской области пока спокойно, хотя к концу недели вода в оке за сутки поднялась более чем на метр. Повышение зафиксировали и в трех ее главных притоках. Жителям спас за горе стоит быть начеку. Протва в районе поселка поднялась на 4 сантиметра. А в Угре в районе Товарково на 5. В Жизре недалеко от Козельска на 16. И это только начало. По прогнозам синоптиков, АК поднимется до отметки от 200 до 500 сантиметров и за пойму не выйдет. МЧС на месяц раньше обычного решили провести учение. Отыграли несколько сценариев на воде и на суше. Специалисты отработали разведку дронам, лодочную переправу, спасение людей. В общей сложности задействовали больше тысячи спасателей, около 100 единиц техники. Мой коллега Артем Жулев продолжит тему. С началом весенних паводков калужские спасатели приняли участие в командно-масштабных учениях. Такие сборы – ежегодная практика по всей стране. Разве что в этом году их провели на месяц раньше. Все из-за резкого подъема уровней воды в водоемах. В основных Калужских реках, Протвей и Жиздре вода поднялась более чем на 700 сантиметров. В результате чего были подтоплены более 250 домов. Обычно тренировка в масштабах Российской Федерации проходит в апреле, но в этом году было довольно много осадков, как вы правильно заметили. Зимой, поэтому было принято решение провести тренировку в марте месяце, чтобы проверить. Мы всегда находимся в готовности, но чтобы проверить, если есть какие-то недочеты мелкие, и исправить их уже к самому периоду. Учения прошли в несколько этапов. Воздушная разведка паводной обстановки дроном, лодочная переправа провизии и эвакуация пострадавшего населения. По правилам каждому оказывается первичная медицинская помощь, после чего пострадавших отводят в безопасное место. По легенде, после эвакуации пропал человек, и тогда подключили водолаза. Такие учения у спасателей проходят два раза в неделю. Как признается начальник водолазной службы Владимир Шехтенков, самый сложный период – это весна. Все из-за резкого подъема уровня воды в водоемах и зимнего гидрокостюма, который весит более 60 килограммов. В усиленном режиме работаем практически круглый год. В паводковый период, конечно же, у нас идет усиление, потому что, соответственно, лед становится тонкий. Кое-где он еще есть. Люди, рыбаки выходят на лед и могут проваливаться, тонуть. Учения прошли в течение двух дней. В последней отрабатывали тушение пожаров, а также организовали аэромобильную группировку в Аненках. Всего в сборах было задействовано более полутора тысяч человек и 147 единиц техники. Все готово, чтобы предупреждать и ликвидировать чрезвычайные ситуации. Артем Жилев, Илья Хромов, телекомпания НИКА-ТВ. На прошедшей неделе в Калуге отметили день организованного поискового движения. Именно в областном центре 35 лет назад прошел первый всесоюзный слет поисковых отрядов. Сегодня это люди, которые не только возвращают память героев поколениям. Этузиасты с лопатами проводят большую работу и по поиску родственников погибших. А еще создают свои маленькие музеи исторических находок. 15 лет жизни этому делу посвятил герой следующего сюжета. Петр Соловьев из Думенческого района рассказал, как пришел в поисковое движение и почему это так затягивает. На этой части, где мы сейчас с вами идем, это Ходьково, здесь была линия обороны немцев. А вот буквально через речку, другой берег, это была линия обороны наших войск. И поэтому здесь постоянно были перестрелки, постоянно велись бои. А теперь ведутся поиски. Петр Соловьев вспоминает, как в 2009 году на этом месте были подняты первые бойцы. Поисковики работали здесь три недели. Находили захоронения по 70, 100, 120 человек. Их останки перезахоранивали на местном мемориале. Сейчас там покоится более шести сотен бойцов. Удалось установить личность некоторых из них и даже найти родственников. Один из таких случаев мужчина помнит до сих пор. Мы подняли бойца именно с именем, с медальоном. И у него была с собой детская такая кружка с рисунком котенка. Нашли родственников, они приехали из Казахстана. Вот. И его к себе забрали. Вот. Приехала его дочь и внуки. И вот по ее словам, как она рассказывала, что говорит, я своего отца помню в последние дни и подарила ему кружку. Это, говорит, моя кружка. И вот эта кружка вернулась обратно к ним в семью. Установить личность бойца для поисковика – настоящий успех. Обычно из рода солдат, а это 120-160 человек, определить ими удается всего двум-трём. За долгие годы работы лишь однажды отряду Петра повезло найти имена сразу пяти бойцов. Заниматься поисками Петр начал 15 лет назад. И получилось это случайно. В 2007-м пришел просто посмотреть, как работают поисковики. И втянулся. Хотя признается, что не сразу понял, насколько это серьезное дело. Впервые, когда пригласили просто, ну, в гости, так сказать, конечно, интересно было. Все это понравилось, это так романтика. Все. А когда уже непосредственно взял лопату, сел на землю, стал копать, ну, и тут уже, а что это делать, а зачем это надо. Ну, а когда уже увидишь результат, уже что-то меняется внутри. И все-таки поиски Петр больше воспринимает как занятие для души. Тем более, что участвовать в них удается только в свободное от работы время. За плечами мужчины без малого 30 лет педагогического стажа. Сейчас Петр Сергеевич работает в Ходьковской школе. Преподает биологию, географию и химию. Но и в рабочем кабинете видны следы любимого хобби. Некоторые находки стали частью мини-музея. Что-то приносят и местные. Вот, например, рюкзак, который немцы делали из телячьей кожи для своей пехоты. Он остался у жителей просто. Вот насколько он был сделан для них качественно. Примером учителя вдохновляются и школьники. Десятиклассница Соня, дочь Петра, в раскопках участвует с 8 лет. Папа мне рассказывал, что это очень интересно, что много всего находится. Мне захотелось с ним съездить и мне очень понравилось. Мы с ним находили много патронов, останков и многие приборы. Там посуда, например. Основные раскопки начинаются летом, как раз во время каникул. В этом году Петр планирует отправиться на межрегиональные поиски. Работать будут в местных лесах. Одно из главных событий – это, конечно, вахта памяти на Зайцевой горе, которая пройдет в августе. Елена Гаева, Виктор Степин, телекомпания НИКО-ТВ, Думенческий район. Пысковики, конечно, те еще романтики. Но вот кто точно знает толк в природе. Так это работники заповедника. Калужские засеки приглашают в необычный отпуск. С организаторов жилье и досуг в окружении сосен и зубров. А с вас – помощь по хозяйству. Любители туристической жизни, походов и леса должны оценить такой вариант отдыха. Как будут жить волонтеры и чем придется заниматься, узнал мой коллега Артем Жулев. Мы приехали туда, где заканчиваются все дороги. Поэтому транспорт нужен посерьезнее. Мы находимся на туристической базе, где и будут размещаться все волонтеры. В мае, июле и в августе заповедник Калужские засеки проводит тематические волонтерские смены. Каждая рассчитана на 8-12 человек и проходит по три дня. Проживание в гостевом доме, где под окнами гуляют краснокнижные зубры. Всего и дома окно буквально 10 метров. Зубры приходили пару дней назад. Прям под окнами акацию щупали. В доме есть все, что нужно. Телевизор, кухня, кровати. Здесь позаботились и о любителях кемпинга. Будет оборудован целый палаточный лагерь. А приятным бонусом станет баня и беседка-гриль. Гостевой дом, две комнаты. Располагаются комфортно 6 человек. Удобства все внутри. Пища, телевизор, печь при необходимости. Дом теплый, утепление сверху и снизу. И пол, и потолок. На улице гриль можем приготовить. Ну и для волонтеров еще дополнительно есть палаточный лагерь. Конечно, нужно будет и немного помочь. Фронт работ от строительства новых кормушек для зубров до расчистки экологических троп. В перерывах будут экскурсии по дикой природе и лекции от научных сотрудников заповедника. Своими впечатлениями поделились волонтеры из Владивостока и Москвы, которые уже участвовали в этой акции. Из самых таких запоминающихся, наверное, это природа и тишина и спокойствие, для которых, наверное, приехали все. Потому что у нас были в команде учителя, которые приехали, наоборот, из города, чтобы отдохнуть. И мы все вместе там ходили плавать. Мы знакомились, там, небольшая деревня с местными жителями. И вот как-то вот это спокойствие, наверное, очень сильно удивило и замотивировало. И было очень странно потом возвращаться опять в город, где вот эта суматоха, интернет. Понравилось все. Особенно запомнились сотрудники заповедника, которые, ну, просто какие-то невероятные люди. Видно, что люди заряжены на то, чтобы сделать все, чтобы заповедник жил. Наша съемочная группа на личном примере убедилась, насколько важна помощь волонтеров. Чтобы добраться до одной из 16 кормушек, нужно проехать через лесную дорогу, которую особенно к весне преодолеть проблематично даже на джипе. Мы проехали благодаря прошлогоднему укреплению дороги волонтеров. Мы подъехали к кормушке, их целых две штуки. Здесь 74 особи, из них 23 теленка. Но мы все равно стоим на достаточно большом расстоянии, и все-таки, как-никак, зубр животное большое. Кормушки тоже сделаны руками волонтеров. Акция проходит с 2017 года и принесла много пользы заповеднику. Чтобы также попасть в лесную сказку, нужно записаться заранее через программу мобильности волонтеров, либо через сайт заповедника. Всем участникам должно быть не менее 18 лет. С собой нужно взять свой спальник, сменную одежду, купальники, фонарик и средства от комаров. Артем Жилев, Руслан Новиков, Валерий Букарев, телекомпания НИКТВ, Ульяновский район. Вот такой была эта неделя. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok